99% троллейбусов Екатеринбурга полностью выработали свой ресурс. Тамбовчане записали коллективное обращение в Следственный комитет с требованием полностью восстановить троллейбусное движение в своем городе и возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации и Тамбов гор Транса. И председатель Следственного комитета даже поручил это сделать, потому что они делали закрывать троллейбусные движения в городе. Но идем дальше. Белгород. Троллейбусы с инфраструктурой выставлены на продажу. Ярославль. Обещанные застройщикам новые троллейбусы за снос депо на городском Валу так и не пришли в город. Этот факт признали в мэрии. Киров. В городе продолжают закрывать троллейбусные маршруты. Министерство транспорта Российской Федерации разослало во все регионы письма, в которых предостерегают местные власти от демонтажа инфраструктуры общественного электротранспорта. И в это же самое время в Великом Новгороде мэрия всерьез обсуждает, грохнуть ли им троллейбус или нет. И при том сделать это нужно обязательно до конца февраля. И на фоне всего этого параллельно говорят о рекордной загрузке троллейбусных заводов России, что на этот год уже заказывают на 850 штук, хотя в прошлом году было всего лишь 519. И это лишь часть новостей по теме троллейбусов за последние месяцы. Мягко говоря, плохих вестей куда больше. Российские города не просто закрывают отдельные маршруты, иногда речь идет про целые системы. Хотя во всем мире наоборот, активно развивают электротранспорт, убирая автобусы с городских улиц. То есть как же так вышло, что у них делают так, а у нас делают наоборот. Я конечно понимаю, что сейчас модно так делать, но тем не менее это довольно давняя тенденция. И то, что я вам показал новости за последние месяцы, не значит, что до этого все было хорошо. Есть опасения, что скоро троллейбусов просто не останется в наших городах. Что их можно будет посмотреть только в музее, хотя это считается современным видом общественного транспорта. Но, несмотря на это, у нас его убирает. И давайте разберемся, как же так вышло, что у них развивают, а нас убирают. И чтобы разобраться в этом вопросе, сегодня мы посмотрим на историю появления троллейбусов в целом в наших городах. Поговорим о плюсах и будущем этого вида транспорта. В том числе обсудим, как собянинский погром троллейбусов вообще повлиял на всю страну. А в конце попробуем разобраться, чем же троллейбусы не угодили чиновникам. Хотя тут надо, наверное, сразу сказать, что дело тут не совсем в них. Это следствие куда более серьезных проблем. В общем, этот ролик будет интересен и поехали. Начнем с базы, то есть с истории контекста. Потому что первый троллейбус появился в Германии в 1881 году. Его автором был инженер Сименс. Я думаю, вам эта фамилия о многом говорит. В России же первый троллейбус был испытан весной 1902 года на петербургском заводе Фрезе Эко. А в 1904-1905 годах инженер Шуберский предложил запустить троллейбус между Новороссийском и Сухуми. Проект даже начали прорабатывать. Но реализован он не был. Зато по настоящим массовым видам транспорта троллейбус стал уже во времена СССР. Самая первая линия была построена в 1933 году в Москве вдоль Ленинградского шоссе от Тверской заставы до метро Сокол. Точнее, это сейчас метро Сокол и район города. А тогда там было село Всехсвятское и городом вообще не пахло. То есть строили почти в поле. В целом, троллейбус стал инновацией и быстрым способом дать нормальный транспорт в новые районы. Можно сказать, что тут случилось бинго. Потому что, смотрите, с одной стороны, в крупные города был большой приток людей из деревень, которые ехали в города за лучшей жизнью. И это вынуждалось отзывать новые генпланы и подходы к строительствам. Потому что был жилищный кризис. Строить в стиле модерн уже, мягко говоря, было не комильфо. И поэтому начали экспериментировать с авангардом, конструктивизмом. И затем перешли к сталинской застройке, которую, в принципе, мне кажется, каждый из вас хоть раз в жизни видел. Но на всякий случай напомню, что про это у меня были отдельные ролики. То есть про, не знаю, авангардные конструктивистские районы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Про все про это я рассказывал, ссылку я оставлю внизу, чтобы вы лучше понимали контекст. Но вот это с одной стороны. То есть было очень много людей. С ними нужно было что-то сделать. Попутно шла индустриализация. А это значит, что нужно вывозить очень большой объем людей. И при том делать это каждой смене. То есть это очень большая нагрузка на общественный транспорт. Потому что, в принципе, другого тогда не было. Вот. И здесь, конечно же, можно вспомнить про трамвай, который не был новинкой. То есть во многих городах трамваи уже существовали. Но очень часто они были переполнены. И это вызывало отторжение. Потому что, опять же, нужно держать в голове, что советской власти нужно было показывать, что раньше было плохо, сейчас хорошо. А вот когда вы видите переполненный трамвай, то сказать, что сейчас хорошо, вряд ли получится. И поэтому, кстати, вот одна из причин, почему трамвай в Москве массово убирали и вспомнили про проекты метро. То есть в целом в Москве и Петербурге хотели строить метрополитен еще до революции. Но тогда от планов отказались. Зато в 30-е годы начали строить метро. И не просто как транспортную функцию, точнее, не просто как объект, который обеспечивает транспортную функцию, а как еще и дворцы для народа. При этом попутно снимали трамвай. То есть, опять же, это нужно увязывать в голове, что новая власть, что нужно показывать, что у нас тут инновации, что у нас тут все сейчас будет хорошо, и при этом жилищный кризис. И вот при этом запускают метро, убирают трамвай. Вот только быстро выяснилось, что у метро и наземного транспорта совершенно разные ниши. Если вам не нужно ехать дальше 5 километров, то метро не будет выигрывать у того же трамвая, а наоборот, проиграет ему. Потому что станции метро идут реже, то есть расстояние между станциями больше. До них, до этих станций, нужно как-то дойти, потом спуститься, потом дождаться поезда, ехать, потом подниматься и вновь идти до нужного места. Это довольно долго. Остановки же наземного транспорта обычно идут чаще, и прямо на улице около дома. То есть в этом плане они намного доступнее. Но ведь в той же Москве, например, трамваи уже успели снять. Что же делать дальше? Нужно как-то давать людям транспорт, охватывать все ниши. Наверняка, скажете вы. И будете правы. И автобусы, хоть и начали появляться в те годы, но технически они были ненадежными, слабыми и мощно коптили воздух. И тут на помощь как раз пришел троллейбус, у которого нет двигателя внутреннего сгорания, и трамвайные рельсы ему не нужны. Более того, трамвайные подстанции много где уже были. То есть теоретически проложить линию троллейбусов можно было быстро и просто. Не нужно было перекапывать все улицы вокруг. Согласитесь, это удобно. И немного упрощая, можно говорить, что троллейбусами сначала пытались заменить обычные трамваи. Собственно, в 1930-е годы даже экспериментировали с двухэтажными английскими троллейбусами, на базе которых сделали ЯТБ-3. Правда, сделали их всего 10 штук, поработали они один год, а потом от идеи отказались. Получилось слишком сложно и неповоротливо. Затем еще были эксперименты с троллейбусными поездами. Но это как сцепка трамваев, только троллейбусов. И это не просто прицеп. Потому что второй троллейбус, он не просто плетется за первым, за счет двигателя первого, но еще и работает. То есть у второго троллейбуса работает двигатель. По-научному это называется СМЕ. Система многих единиц. И с трамваями такое делают по сей день. А вот с троллейбусами эта практика вот началась примерно в конце 1950-х годов и продлилась до примерно 1960-х годов. Делали это для повышения, опять же, проводной способности, чтобы приблизить этот показатель к трамваю. Но опять же, получилось слишком сложно и не очень удобно. В итоге решили просто делать машины с гармошками. То есть просто прицеплять небольшой прицеп к основному кузову. Теперь от экспериментов начала троллейбусной советской эры давайте перейдем к расчетам и разделению. Как и когда уже в поздние советские годы обычно прокладывали троллейбусные линии, и как подведомственное разделение видов транспорта иногда доводило ситуацию до абсурда. Но здесь перед этим нужно сделать небольшое опять животное, что жителям городов бывшего СССР по сей день нужно быть немного транспортниками. Потому что нужно уметь отличить троллейбус от автобуса и трамвай от того же троллейбуса. Я это проговариваю, потому что, например, в Европе или в Северной Америке такого нет. Там люди знают номер маршрута, который им нужен, и просто его ждут. И неважно, приедет трамвай или автобус. Если номер тот, сел и поехал. У нас же на одной остановке может останавливаться как автобус номер 6, так и троллейбус номер 6. А иногда бывает, что через одну улицу проходит и автобус, и трамвай, и троллейбус с одинаковым номером. Такая неразбериха произошла из государственного управления. Потому что троллейбус исторически являлся подразделением мост-транвай-треста. Имел общую с трамваем энергетическую инфраструктуру, что в целом довольно логично. И потому он был формально отнесен к ведению Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В то же время автобус относился к Минавтотрансу. В итоге автобус и электротранспорт имели совершенно разную систему нормативного регулирования. Начиная с режима труда водителей, и поэтому по сей день иногда в некоторых городах сохраняется разница между зарплатой водителя автобуса, и троллейбуса. И, собственно, даже система нумерации. Почему она была разной? Да потому что разное управление. Но сюда же можно еще отнести даже физическое разделение остановок автобуса и троллейбуса. Ну и заодно можно вспомнить, что модели автобусов и троллейбусов были совершенно разные. Не потому что этого требовала, не знаю, инженерная часть, потому что, например, кузовы, какие-то запасные части могли быть унифицированы, чтобы городам приходилось меньше тратить денег на поддержание общественного транспорта. Но этого, само собой, не было. И несмотря на то, что сегодня города совершенно спокойно могут внедрять сквозную нумерацию, независимо от типа транспорта, и делать одни остановки для всех видов транспорта, флэшбеки тех решений до сих пор на самом деле путают людей. Взять хотя бы Петербург и Невский проспект, потому что там остановки автобусов и троллейбусов по сей день не разнесены, что путает людей и заставляет бегать от одной остановки к другой. Если человеку подходят, например, и автобусные маршруты, и какие-то троллейбусные. Вот такая вот суета на пустом месте. Но если мы посмотрим на справочник городского планировщика 1979 года, то там будут расписаны плюсы и минусы каждого вида транспорта. И как выбрать оптимальный вариант для городов разного размера. Сразу скажу, что расчеты очень грубые, и они не учитывают множество операционных факторов. Тут скорее описаны возможности. Но это дает хоть какое-то представление о подходах тех лет. Так вот, сказано, что троллейбусная линия может обслуживать потоки до 8 тысяч человек в час. Но они требуют дополнительной инфраструктуры и асфальтовых дорог. Основной же плюс в отсутствии выбросов на улице. При этом в своих расчетах и типовых системах совершенно отсутствует вариант скоростных маршрутов. Скоростных троллейбусных маршрутов. Хотя в мире это встречается и считается лучшим вариантом по сравнению с автобусом. Если помните, недавно я вам показывал Алматы, где как раз делали скоростной коридор на улице и пустили там троллейбусы. То есть в целом, оказывается, так можно. Еще в документе из интересного есть типовые варианты для городов разного размера. Где троллейбусы почти во всех вариантах должны были взять основной объем перевозок в городах. От 250 тысяч человек. То есть, если до 250 тысяч, то возможно, да, троллейбус там не нужен. Но если выше, то троллейбусы это точно ваш вариант. И там же, кстати, есть расчеты затрат с учетом линий, депо и прочего. Но я не буду вас сейчас грузить цифрами. Выдержки из документа я уже опубликовал в своих соцсетях. Поэтому будет проще пройти по ссылке под роликом в тот же самый мой телеграм-канал, например, и детальнее изучить все схемы и расчеты. Ну, а мы переходим к следующей главе и уже непосредственно нашим дням. Сейчас будет небольшой организационный момент. Потому что, как вы могли заметить, в России что-то случилось. И вести YouTube и, в принципе, рассказывать вам про города становится все сложнее, потому что рекламного рынка практически нет. И в последние месяцы канал существует только за счет вашей поддержки. И здесь есть спонсорство Patreon, YouTube, если у вас зарубежная карта, или же спонсорство Boosty для российских карт. И именно за счет помощи спонсоров сегодня я могу как раз вот делать такие ролики, готовить материал, рассказывать вам о проблемах и как их можно решать. И помимо того, что вы участвуете в чем-то большом и вкладываете свои кровные деньги в образование и просвещение людей, есть и плюшки. Например, я все ролики для спонсоров выкладываю заранее и без рекламных интеграций, что довольно приятно. Плюс я стараюсь проводить стримы, отвечать на какие-то вопросы, иногда готовлю лекции. А еще у меня появилась идея запустить свой мерч. То есть, смотрите, если вы подписаны на мой Телеграм-канал, то наверняка замечали, что там есть собственные стикеры. И эти стикеры очень классно. Можно перекладывать, например, на футболку, свитшоты или какие-то другие безделушки. Но пока есть только очень большая тестовая партия, поэтому я очень жду ваши комментарии. Вообще, как вам было бы интересно таким способом поддерживать канал, ходить, вот не знаю, в таком, например, по улице или где-то еще, потому что хочется делать не только прикольные какие-то вещи, но и полезные для каждодневной носки. В общем, напишите об этом в комментариях. И большое спасибо спонсорам каналов за то, что вы у меня есть. И помогайте делать наш мир чуть-чуть лучше, привлекая внимание к городским проблемам и рассказывая о городских решениях, притом со всего света. Теперь давайте поговорим про троллейбусы в наши дни. И тут опять же я сделаю небольшую ремарку и дам небольшой контекст. Потому что в последние годы я частенько упоминал и рассказывал про трамвайные ренессансы. Как многие города мира сначала снимали с улиц трамваи, а сейчас строят трамвайные линии с нуля. Но вот про троллейбусные погромы я рассказывал заметно меньше, хотя этот процесс тоже происходил. Многие города убирали троллейбусы, заменяя их автобусами. В США, как я понимаю, это в том числе было связано с лоббизмом автопроизводителей, например. Но сегодня опять же в мире идет совсем обратный процесс. Автобусы меняют на электробусы и иногда даже восстанавливают троллейбусную инфраструктуру. Основной довод здесь – экология. Люди хотят жить в чистом городе и не болеть. И тем более не умирать раньше положенного. Поэтому почти у каждого политика есть пункт в программе по уходу от обычных дизельных автобусов. И, например, совсем недавно в Праге ввели такую линию. Хотя полвека назад этому виду транспорта дали однозначный приговор. И если не пересказывать всю историю Праги, а кратко сконцентрироваться на самом интересном, то в городе есть рельефные участки, где обычные электробусы тратили бы очень много энергии только на подъем. Поэтому в таких местах повесили контактную сеть, чтобы повысить эффективность. И самое интересное, что линия физически существовала с 2017 года. Я ее даже фоткал, когда был в Праге, кажется, в году 2018. Но вот в 2017 году это сделали, а постоянное движение запустили только в 2022 году. Больше пяти лет городские власти проверяли свою гипотезу относительно экономических и технических плюсов такой линии. Для этого был взят один троллейбус с аккумуляторами, который ездил по маршруту и собирал данные. А контактная сеть была построена по временной схеме. Столбы даже не были вбиты в землю. Сейчас же там уже постоянная линия, город закупает новые длинные троллейбусы с аккумуляторами и по планам властей многие другие автобусные маршруты также заменят на троллейбусы. Понимаю, это лишь один пример, просто он новый и весьма показательный. А ведь есть города, где троллейбусы и не убирали вовсе. Например, я вам показывал Зальцбург в Австрии, где почти все маршруты обслуживаются троллейбусами. Или Сиэтл. Это один из немногих городов США, где сумели сохранить троллейбусы. И ездят они там по сей день. В целом, у этого типа транспорта есть не только экологический плюс, но и экономический. Даже с учетом дополнительной инфраструктуры. И особенно по сравнению с электропусами, которые заряжаются наконечно. Тут хотел бы сослаться сначала на табличку, которую показывали когда-то на круглом столе в Мосгурдуме. Я там даже лично присутствовал и слушал доклад специалистов петербургского электротранспорта. Они на реальных цифрах показывали, что троллейбусная инфраструктура это не абуза, а преимущество. И начнем с простого. С того, что троллейбусы с аккумуляторами в долгосрочном плане выигрывают у автобусов. Потому что здесь нет двигателя внутреннего сгорания и ломаться особо нечего. То есть сама техника служит дольше и окупает себе. Электробусы с зарядкой на конечных, которые как раз закупает Москва, тоже менее эффективны и более дорогие по сравнению с простыми троллейбусами. И в том числе с троллейбусами с аккумуляторами. Тут, наверное, важно подчеркнуть, что у любого типа электробуса, даже когда это троллейбус с рогами и аккумуляторами, есть проблема замены аккумуляторов. При бережном отношении они вырабатывают свой ресурс лет так за 8. Но все равно их нужно менять и утилизировать. А это дополнительные затраты. В случае, если мы берем классический троллейбус и дополняем его аккумуляторами, то даже когда эти аккумуляторы сдохнут, троллейбус может быть просто троллейбусом и работать даже без батарей, просто на маршрутах под контактной сетью. Собственно, так уже и случалось во многих городах мира и даже в России такое было. Вспомним Тулу. А вот в случае с электробусами, которые заряжаются ночью или на конечных, то они очень просто могут превратиться в тыкву. Особенно сейчас, когда Россия закрыта от мировых поставщиков. Ну и не забываем про сопутствующие факторы, которые нужно учитывать при построении экономической модели. То есть, экологические ущербы за производство и утилизацию батарей. Они, знаете ли, не появляются из вакуума. Сюда же можно отнести вынужденные рейсы и простой для заправки автобусов. Или если мы берем электробусы с зарядкой на конечных, то это простой для зарядки на конечных. И так далее. Это важные факторы, как с точки зрения себестоимости поездок, так и качества жизни в городе. Еще есть классный анализ состояния троллейбусного хозяйства России за 2022 год. Тут авторы провели более доскональные исследования себестоимости и актуальности троллейбусов по сравнению с другими видами транспорта. И само собой учитывали они наши реалии. И если опустить сложные формулы источники данных, получится очень простой вывод, что при потоках где-то 300-350 пассажиров в сечении, или меньше, в час пик, в России сегодня наиболее эффективен автобус. А вот при потоках от 350 до 2500 пассажиров в таком же эквиваленте, в зависимости от протяженности линии, наиболее целесообразен троллейбус. А вот при потоках свыше 1100 или 2500 пассажиров наиболее эффективен трамвай. Причем при потоках свыше 2500 пассажиров трамвайную линию выгодно строить даже при высокой протяженности. То есть, когда линию нужно строить например на 20 км одиночного пути. Авторы отмечают, что уход от автобусов троллейбусом в нужном диапазоне позволит сократить суммарные расходы населения и бюджета на общественный транспорт где-то на 10-20%. А вот на 10-15% сократятся затраты времени на поездки обычным горожанам уже. В 2-3 раза сократится ущерб от аварий. И на 30-40% сократится ущерб от загрязнения окружающей среды. В общем, сплошные плюсы. И исходя из этих параметров в городах от 100 тысяч жителей электрическим транспортом должно перевозиться свыше 70% пассажиров. Вот только почему-то троллейбусные линии продолжают массово закрывать. Это тенденция последних 20 лет и сейчас, несмотря на федеральную поддержку и новые модели троллейбусов, этот процесс не остановился. Так как же так? Давайте теперь поглубимся в муниципальную политику и разберемся, что идет не так. Если в советские годы была плановая экономика, где чиновники и специалисты на 5 лет вперед знали загрузку условного завода и даже рождаемость была по плану с институтом прописки, то после краха СССР и появления частной собственности вопросами транспорта было особо некому заняться. Во-первых, было множество других проблем. А во-вторых, людей такому просто никто не учил. Ну то есть на развитие не было ни денег, ни сил. А если бы они и были, то куда прокладывать те же самые маршруты никто бы просто вам сказать не смог. Поэтому регулирование просто отпустили. Многие предприятия пали из-за маршруточной мафии, а другие просто доживали свой ресурс и медленно умирали. Собственно, сегодня мы как раз видим массовое закрытие маршрутов из-за этого. Хотя бывали исключения. Например, максимальный парк техники у Челябинского троллейбуса был в 1997 году. Хотя, казалось бы, СССР уже несколько лет как не было. На это все сверху накладывалась массовая автомобилизация и представление людей о светлом автомобильном будущем. Тут мы коллективно начали повторять ошибки западных городов середины 20 века, когда на развязки, подземные переходы, расширение улиц и так далее пускали основе деньги. А на общественный транспорт уже ничего не оставалось, то есть субсидировался он по остаточному принципу. В целом, даже сегодня многие политики и чиновники по какой-то наивности полагают, что общественный транспорт должен окупаться. Хотя среди городов и стран первого мира вы нигде такого не найдете. Тут история как с канализацией и водопроводом. Они не окупаются, но без них современный город не выживет. Так и общественный транспорт. Без надежного и быстрого доступного транспорта город встанет в одну большую пробку. Будут проблемы с экологией, смертностью на дорогах и о развитии можно будет забыть. Ну и вишенка на торте, что стройка дорог и развязок внутри города никогда не окупается по умолчанию. На эту тему есть множество исследований, но из-за отрицательного отбора среди чиновников и специалистов, отсутствия современных образовательных программ для транспортников и простого бытового мышления большинства людей. Стройка дорог считается инвестицией в развитие, а финансирование трамвая или троллейбуса субсидии и социальным сервисом. Собственно, если вспомнить тоже Челябинский троллейбус, то троллейбусный погром начался всего через 9 лет после рекорда. С 2006 года начали продавать депо. В итоге осталось всего одно депо на весь город, хотя город-то огромный. То есть нулевые рейсы в итоге растянуты на ого сколько километров. Еще там случился демонтаж линии и перестали закупать новую технику. Вместо этого деньги уходили на дороги. В итоге ближе к нашим дням некоторые троллейбусы ежедневно ночевали на конечных, то есть даже не было возможности их помыть перед выпуском на маршрут. Мне кажется, эта ситуация очень хорошо говорит о приоритетах. Так мы пришли к массовым погромам систем электротранспорта. Засилив маршруток, транспортным коллапсом в городах и болоту, которое мы сейчас с вами имеем. Масло в огонь когда ради политической вертикали у городов почти нет своих свободных денег. Из-за чего мэры просят помощи у губернаторов, а губернаторы выпрашивают деньги у федерального центра. В таких условиях городам дают разовые деньги на обновление техники, но невозможно выстроить системную работу с нормальным бюджетным планированием. Почему? Да потому что в этом году тебе дадут денег, а в следующем и далее как могут дать, так могут и не дать. Как тут заниматься планированием? С другой стороны, такие подачки часто расклебывают чиновников на местах, поэтому они начинают игнорировать недорогие и простые способы сэкономить на транспортной работе без потери качества, чтобы, например, на сэкономленные деньги уже купить новую технику. Я сейчас преимущественно говорю о выделенных полосах на улицах, чтобы не выпускать дополнительные машины на линию для соблюдения интервалов из-за пробок. То есть как раз выделенные полосы дают надежность и позволяют сократить выпуск без ухудшения транспортной работы. И, казалось бы, это хорошее решение для любых городов. Выделеньку себе может позволить абсолютно любой муниципалитет. Но, как показывает практика, делают их очень нехотя. Если вы вдруг не знали, то у нас почти во всех крупных городах, где население растет, попутно идет падение пассажиропотока общественного транспорта. То есть люди ногами и деньгами голосуют против убогого сервиса. И чтобы выправить эту ситуацию, нужно очень хорошо постараться. Но, к сожалению, многие чиновники и политики этого просто не понимают. Есть и другие проблемы, связанные с троллейбусами и общей ситуацией в стране. Например, из-за низкого спроса в течение десятилетий среди производителей не было конкуренции. Иногда производство было чуть ли не кустарным, потому что в этом году у вас заказали один троллейбус, в следующем году десять, потом опять два. Короче, невозможно при такой системе выстроить нормальное производство. И из-за этого, вот если помните, я вам рассказывал, что троллейбусы живут дольше по сравнению с автобусами, почти не ломаются, потому что там и трансмиссия проще, и двигателя внутреннего сгорания нет, это в теории. А по факту получалось, что через год-два после закупки ваш троллейбус был просто консервной банкой, потому что кузов сгнил. И такое, к сожалению, встречалось довольно часто. И как итог, ничего нормального и нового на рынке просто долго не появлялось. А закупать технику у иностранных фирм было практически невозможно с 2014 года. И речь здесь идет не про иностранные санкции, а про отечественные по отношению к себе же. Вот так вот. Единственным исключением была Беларусь, из которой технику даже в наше время закупает тот же Петербург, например. Но стоит сразу сказать, что сейчас с производством, с моделями стало чуть проще, потому что производители опомнились, начали лоббировать, разрабатывать новую технику, в том числе унифицировать разные типы техники, то есть кузов для автобуса, троллейбуса, электробуса будет одним. И в целом ситуация немного выправилась. Вот только здесь есть очень важный нюанс, что дефицит новой техники столь огромный, что даже при условии, что заводы будут работать круглосуточно, а деньги из федерального бюджета не прекратятся, на покрытие всего дефицита потребуется лет 10. И за эти годы, как вы, наверное, можете понять, многие системы просто будут закрыты. Но теперь от самих троллейбусов давайте вспомним, что вообще-то этому виду транспорта нужна и другая инфраструктура. Подстанции, контактная сеть, ДБО и так далее. Это все сложно и дорого. Капитальное строительство подстанций, кабельных линий, контактных сетей требует многочисленных согласований с балансодержателями различной городской инфраструктуры. В связи с этим это просто становится очень сложным, долгим и дорогим процессом. И не менее сложным является эксплуатация кабельных сетей. Ведь их ремонт в случае повреждения требует земельных работ, что опять-таки приводит к лишней бюрократии. Проведению таких работ, кстати, очень часто мешают различные гарантии. Например, если вашу улицу отремонтировали год назад и там сгорел кабель, то вы просто так не можете расфигачить улицу, потому что на нее действует гарантия. И из-за этого, кстати, многие троллейбусные маршруты, трамвайные в том числе, очень часто страдают. Кроме того, в силу низкого спроса в России просто не производятся современные спецчасти контактной сети, из-за чего троллейбус двигается со скоростью пешехода на поворотах и перекрестках. Это не проблема троллейбусу. Это беда именно морально устаревшей инфраструктуры, которая в своем развитии остановилась где-то в середине прошлого века. То есть, можно вспомнить, опять же, австрийские города, которые я вам показывал, потому что там новые троллейбусы летают по линиям, и стрелки у них автоматические. Водитель заранее переключает и проходят все повороты и сложные перекрестки на нормальной скорости. У нас, к сожалению, такого представить сейчас невозможно. И плюс, нельзя забывать про дикую инфляцию и дорожание всего из-за санкций. Тут можно посмотреть на динамику цен трамвая, известная в народе как морковка. Знаю, ролик про троллейбусы, но эти цены под рукой, и это вроде как тоже электротранспорт, и к тому же нам важна не финальная цена, а именно динамика. Потому что, вот смотрите, в 2018 году Магнитогорск покупал такой трамвай за 18 миллионов рублей, Краснодар в 2019 году покупал за 30 миллионов рублей, в 2020 году тот же самый Краснодар покупал тот же самый трамвай за 34 миллиона рублей, в 2021 году Челябинск потратил на эту модель 35,5 миллионов рублей, в 2021 году тот же самый год Магнитогорск уже 37 миллионов рублей, Краснодар в 2021 год 47 миллионов рублей, и в 2022 год Магнитогорск 47 миллионов рублей. Ну а рекорд на 2022 год у Новокузнецка, Потому что этот же трамвай обошелся в 74 миллиона рублей Я понимаю, это трамвай Можете написать об этом в комментариях, но я это понимаю И бывают разные комплектации, я это тоже понимаю Но смотрите, за 4 года проделать путь от 18 миллионов рублей до 74 Надо постараться То есть это в принципе много говорит о состоянии экономики И почему многие мэры решают просто сегодня купить побольше автобусов Чем завтра купить за эти же деньги меньше троллейбусов, например Потому что просто завтра эти цены будут уже совершенно другими Тут, кстати, важно отметить, что когда речь заходит о сохранении троллейбусных маршрутов Или о том, что троллейбусы стоят дороже автобусов То сторонники троллейбусов часто говорят, что да, он дороже Но и работать он будет дольше То есть он успеет себя окупить И да, есть еще затраты на инфраструктуру Но на полный жизненный цикл троллейбус все равно получается дешевле С учетом более низких затрат на эксплуатацию и большую долговечность Но в российских реалиях это не работает именно из-за высокой инфляции и дорогого кредита Что делает его не таким уж и выгодным Кроме того, в методичке от Минтранса России Троллейбус получается очень часто выгоднее автобуса За счет того, что в расчет заложена процентная ставка ниже реальной Разница в стоимости подвижного состава между автобусом и троллейбусом тоже ниже реальной Да даже та же самая зарплата водителя троллейбуса в методичках обычно идет ниже зарплаты человека, кто водит автобус Опять же, вспоминаем, в советские годы это было из-за разного разделения при плановой экономике Но сегодня, когда человек может выбирать, где ему работать Естественно, он из такого троллейбусного предприятия уйдет в соседнее предприятие, где будет водить автобус и получать чуть больше Но вот почему-то в методичках про это забывают Уж не знаю, умышленно или нет В целом, как оказывается на практике, ни одно троллейбусное хозяйство России не показывает себестоимость пассажира километра меньше, чем у автобуса Напротив, себестоимость получается в полтора-два раза выше Сюда же накладывается политическое сдерживание цен на проезд Ведь троллейбусы обычно находятся под городским управлением Грубо говоря, пока все вокруг дорожало и про социальные льготы на коммерческих автобусах никто не говорил Электротранспорт был палочкой-выручалочкой для чиновников и политиков, которые не хотели социального обострения То есть, пока проезд на автобусах дорожал вслед за подорожанием техники, бензина, зарплаты и всего прочего Троллейбусы ездили по старым тарифам Вот только такая схема, назовем ее хитрая, хотя она не очень хитрая Она работает в течение довольно короткого отрезка времени А потом выясняется, что денег на зарплату водителям нет За электричество платить нечем, техника гнила и так далее Пару выборов выиграли, а там уже и можно закрывать троллейбус, потому что от хозяйства почти ничего не осталось Ну и раз мы затронули тему политики, то отдельно хочется отметить московский троллейбусный погром Потому что город лишился звания троллейбусной столицы мира стараниями Сергея Семеновича Собянина Во время погрома было много домыслов и манипуляций, почему же троллейбус нужно убрать Даже давали обещание все заменить электробусами, но по итогу даже сегодня на многих бывших троллейбусных маршрутах ездят автобусы Электробусы же оказались значительно дороже и троллейбусов, и автобусов А главное, что их физически требуется больше для обслуживания магистральных маршрутов Ведь пока троллейбусы ездили без остановок, электробусам требуется время для подзарядки А внедрять подменных водителей массово город не научился В итоге на конечных стоят и электробусы, и водители внутри них А возить людей приходится другим, или приходится никому не возить В итоге ухудшились не просто маршруты, которые раньше были под троллейбусами, а сегодня стали электробусами Нет, ухудшилась транспортная работа почти всего наземного транспорта Потому что даже те маршруты, которые работали под автобусами раньше и продолжают по сей день Часть автобусов пришлось оттуда вытащить, чтобы компенсировать как раз эту нехватку И сделано все это было, считайте, на пустом месте А еще, кстати, синий троллейбус был брендом города Он постоянно встречался в фильмах и песнях, и даже были сувениры с ним Но это все просто взяли и похоронили Тут я, кстати, хочу напомнить, что про проблемы электробусов и московский опыт у меня был отдельный ролик Ссылка на него будет в описании под видео Потому что рекомендую его посмотреть, я сейчас очень поверхностно прошелся по проблемам А там я разбирал разные типы электробусов, их плюсы-минусы И почему московский опыт оказался крайне неудачным Нас же сейчас больше интересует скорее феномен московского опыта, который без оглядки пытаются перенять другие мэры и губернаторы Иногда получается парадоксальная ситуация Что у города уже сейчас нет денег на развитие троллейбусов Но власти при этом обещают закрыть их и закупить электробусы Так это работать не будет, денег просто не хватит Ну да ладно, давайте теперь от мрачного опыта, как делать не надо, посмотрим на позитивный опыт Потому что чем Россия хороша, что в принципе можно найти как хорошее, так и плохое Точнее, как есть как плохое, так можно найти и хорошее Так будет вернее Даже с учетом описанных минусов есть города и руководители, которые пошли не по простому пути, а по правильному И тут в первую очередь хочется отметить Петербург, который в последние годы активно закупал новые троллейбусы И в том числе троллейбусы и электробусы, которые заряжаются в пути от контактной сети и часть маршрута потом едут на аккумуляторах За счет этой техники город смог очень быстро и просто запустить троллейбусы в новые районы города без лишней стройки новых линий и подстанций Проще говоря, они на базе уже существующей сети и работающей системы за счет умных вложений увеличили охват города и привлекли новых пассажиров В общем, молодцы Хотя вот вопрос утилизации батарей никуда не делся и, насколько я понимаю, у Петербурга ответа на эту проблему пока нет Но если вы вдруг в курсе, что там что-то с этим делают, напишите об этом в комментариях, будет очень интересно об этом узнать Кроме этого, у Петербурга очень масштабные планы по дальнейшему обновлению Потому что вот до 2028 года предприятие должно получить 587 троллейбусов, кажется Из которых 200 или 200 с чем-то это троллейбусы с аккумуляторами То есть, в принципе, город будет наращивать эту практику Сложно сказать, насколько качественно и количественно эти планы реализуются из-за войны Но тут скорее приятно самого внимания со стороны города и готовность вкладывать в это ресурсы Особенно на фоне московского погрома Но Петербург это все-таки вторая столица, где деньги всегда водились и, видимо, будут водиться дальше А что с городами поменьше? Тут можно вспомнить чебоксары Про их опыт говорят мало, хотя там и в советские годы было довольно неплохое троллейбусное хозяйство И они по сей день продолжают поддерживать его в нормальном виде Там даже строят линии в новые районы и регулярно заказывают технику То есть, опять же, у них получается как-то экономика сходится и есть возможность вкладывать в это деньги Видимо, понимают, что за этим будущее Еще можно вспомнить Новокузнецк или Красноярск, например И другие города, где троллейбусы закупают по федеральной программе из-за сложной экологической обстановки В Новокузнецке так вообще была большая реформа, и я даже снимал про это отдельный ролик Потому что там было много сложных моментов, и это один из немногих примеров системной работы с общественным транспортом И в том числе там закупают троллейбусы А вот в Красноярске, кстати, ни о какой масштабной реформе речи не идет Но там тоже закупают троллейбусы, идет такое обновление И там недавно запустили троллейбусный маршрут с левого берега на правый Хотя исторически долгие годы там было разъявление, что на левом берегу только троллейбусы, а на правом только трамваи Потому что в наше время, в 90-е и 2000-е, сняли трамвайные рельсы с двух мостов И троллейбусную линию с моста тоже в какой-то момент убрали А вот сейчас хотя бы троллейбус вернули И, как я понимаю, сделано это было показательно Чтобы усмирить и создать конкуренцию маршруточникам Тоже интересный исход И если вот говорить о каких-то дальнейших планах, чего я, например, очень сильно жду Так это троллейбусную концессию в Челябинске Я знаю, в Челябинске я уже в этом ролике упоминал И сейчас там все очень плохо с троллейбусным, да, в принципе, с электротранспортом Для трамвая там сейчас более активно что-то развивают И пытаются реанимировать, там укладывают новые рельсы, закупают новую технику А вот с троллейбусом поступили немного иначе Потому что по довоенным подсчетам, чтобы троллейбус стал современным и востребованным Городу требовалось 11,5 миллиардов рублей Таких денег в бюджете нет и вряд ли появится Поэтому троллейбус решили отдать в концессию И даже получили на это инфраструктурный федеральный кредит В 4,2 миллиарда рублей Без концессии федерация бы просто этих денег не дала И вот соглашение на концессию было заключено в прошлом году В городе даже показали сам новый троллейбус Потому что его разработал консессионер А собирать его будут уже в самом городе До конца года, кстати, должны полностью обновить парк такими машинами По крайней мере, собирались раньше Часть из них, часть этой новой техники будет, в том числе, с аккумуляторами Плюс консессионер должен будет реконструировать 72 километра контактной сети Сделать 4,5 километра новой сети в новые районы Построить новые депо, модернизировать тяговые подстанции и так далее Параллельно ведется большая работа по транспортной инфраструктуре города То есть планируется запускать выделенные полосы на основных улицах Вести платные парковки в центре, обновить остановки и так далее И вот здесь, то есть планы классные, все шикарно Но если вы читаете, например, мой телеграм-канал или другие соцсети А ссылка на них я напомню прямо под этим роликом То вы наверняка помните, что я не любитель концессии Потому что это транспорт в кредит За все это придется переплачивать, чтобы обеспечить какую-то прибыль предпринимателю То есть делать аналогичное силами муниципалитета или хотя бы региона Получилось бы значительно дешевле Но тут есть ряд подводных камней От саботажа до банального отсутствия планирования В случае с Челябинском я нашел большое интервью Александра Егорова Это замминистра транспорта Челябинской области Мой хороший товарищ и просто отличный человек И с ним я даже делал ролик, потому что в Челябинске он затеял очень большую реформу Примерно всего и вся И вот в этом интервью он описывал все риски концессии Но относительно троллейбуса выделил несколько ключевых доводов Почему в случае Челябинска это хорошее решение И вот плюс первый Если не будет концессии, то не будет офедеральных денег Она дает привлечение федерального финансирования В рамках проекта инфраструктурного бюджетного кредита Плюс второй, если не будет концессии, то не будет ни областных денег На софинансирование реализации проекта, ни всесторонней поддержки Когда регион заявляет о своих обязательствах перед частным инвестором И все это контролируется на федеральном уровне Вся команда понимает, все заряжены и все делают одно дело Нужно передать имущество? Передаем, никто не затягивает В целом это сильно упрощает работу Иначе были бы сразу с сторон палки в колеса Третий важный плюс Одномоментно привлекается большое финансирование Концессия позволяет разом поменять и подвижной состав И депо, и контактную сеть И дать развитие Мы не просто сохраняем текущий выпуск Концессия ради концессии, как это часто бывает А запускаем троллейбусы в новые многоэтажные микрорайоны Построенные за последние 20 лет на окраинах Используя автономный ход, тоже создадим новые связки Например, хотим через путепровод у железнодорожного вокзала Проделить троллейбус в Ленинский район Это даст большой рост пассажирпотока Маршрут станет не тупиком в центре А полноценным диаметральным магистральным И вот тут важная часть Которая относится не столько к Челябинску Сколько вообще ко всем городам страны Потому что если у вас в регионе такая же ситуация И состояние транспорта настолько плохое Что его нужно менять разом Тогда стоит концессию использовать Если этого не нужно То можно спокойно, год за годом, за 5-10 лет Обновить весь подвижной состав Контактную сеть и депо Это будет выгоднее, если у вас состояние неплачевное В условиях Челябинска город мог бы и сам сделать все минимум за 7 лет Но риск закрытия и потери всей троллейбусной системы К тому времени был бы слишком велик Троллейбус мог попросту не дожить до славных времен своего возрождения Сейчас уже становится понятно Что в ближайшие десяток лет Примерно этот сценарий закрытия троллейбусов ждет половину городов страны Но в Челябинске, благодаря концессии Теперь этого не допустят Такие вот дела Что ж, время закругляться Постоянные зрители канала знают Что я стараюсь завершать ролики на хорошей ноте Но тут такого не выйдет Вероятнее всего, Александр прав И в ближайшие годы нас ждет повальное закрытие троллейбусных систем А возможно и трамвайных Потому что советский задел окончательно подходит к концу Да, это факт Сами троллейбусы еще как-то можно обновить Но вот подстанции часто ни разу капитально не ремонтировались И поэтому они массово выходят из строя А это уже куда более сложный тип инфраструктуры И вряд ли им кто-то захочет заниматься Опять же, я уже упоминал Но даже в Москве с учетом раздутого бюджета Регулярно выходят из строя трамвайные подстанции Которые за последние годы особо... Особо им не занимались, короче Это не значит, что нужно опускать руки и в очередной раз перетерпеть В России есть опыт спасения троллейбусного хозяйства Есть разные программы поддержки Научная база и производители, которые на самом деле заинтересованы в том Чтобы города больше покупали их техники И тут можно вспомнить Иваново Потому что я до сих пор в шоке, что там не грохнули троллейбус Хотя он был на одном волоске от полного демонтажа Просто нельзя не замечать очевидные проблемы с экономикой, войной И что та же экология сегодня далеко не самая большая проблема мэров и губернаторов Возможность и надежда спасти электротранспорт есть Но на системном уровне сегодня нет реальной мотивации этим заниматься И в акциях за спасение троллейбусных систем нужно уповать не на все хорошее против всего плохого А учитывать эту самую реальность И я надеюсь, что меня смотрит большое количество людей Которые, во-первых, распространят этот ролик Чтобы большее количество людей знало, что троллейбусы это не пережиток прошлого Что его нужно не закрывать, а спасать Приводя к какому-то современному уже виду То есть это реально Но сложно Такая уж наша реальность Вот на этом, кажется, все Напоминаю, что под роликом Лайки, ссылки на мои соцсети Бусти, Патреон, спонсорство И все это крайне важно делать А еще я там оставлю ссылку на исследование и интервью Которое вот упоминалось сегодня в ролике Можете детально с ним ознакомиться Там много всего интересного Не стал грузить вас сегодня цифрами Ну и заодно я напомню, что у меня были другие ролики На тему системы общественного транспорта Например, чем трамвай лучше автобуса Чем там один электробус отличается от другого Все это опять же будет в описании под этим роликом И да, там же оставлю ссылку на интервью с Александром Егоровым Как мы ходили по Челябинску И представляли, каким может быть этот прекрасный город Вот на этом все Любите города Пока Субтитры сделал DimaTorzok